Многие наши споры и конфликты возникают из-за того, что мы придаем особую ценность собственной правоте. Это понятно, в этом есть прям биологический инстинкт. Потому что что такое, если ты прав? Ты одерживаешь верх. Одерживать верх – это значит побеждать в социальной игре. Поскольку даже приматы тратят 60% своей жизни на социальные игры, что про человека говорить? Мы постоянно играем в царя Гарви. Кто прав? Я же говорила! Я предупреждал! Это, безусловно, наша слабая бета. И биологически понятно. Потому что если у вас власть, вы имеете больше доступ к ресурсам. Господи, каким сейчас ресурсам дает вам доступ ваша правота? Она закрывает доступ ко всем ресурсам, какие только возможно. Потому что никто не хочет иметь дело с тем, кто его победил. Поэтому ценность вашей правоты, она может быть, конечно, субъективно невероятно велика. Но вы просто подумаете, что вы получите как ресурс, доказав собственную правоту. Человек одумается, схватится за голову, скажет, боже, боже, ах, вот же ж, вот же ж. Когда это был последний раз просто? Ну вот просто из вашей жизни. Вы же когда-то должны было бы это случиться, если вы в это так свято верите. Я сомневаюсь, что это в вашей жизни происходило. Потому что люди не хотят проигрывать. Они в этом смысле очень боевые приматы. Никаких поражений. Только временное отступление, запас камнями и очередная атака. Поэтому поймите, что вопрос вашей правоты – это вещь вторичная по отношению к ресурсам. Если вам нужен человеческий ресурс, экономический ресурс, производственный ресурс и так далее, исходите не из правоты. Исходите из того, как вы можете его получить, кооперируясь с другими людьми. И кооперация для того, чтобы мы друг друга дополнили какими-то ресурсами, возможностями, способностями, талантами, работоспособностью. Вот этот новый ковчег, который вывозит нас из царства приматов. Там еще есть места?